Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию. Какие темы поднял президент? Уроки истории и патриотики для взрослых. Минпросвещение России предлагает проводить разговор о важном для родителей. Накормить братьев наших меньших. Как барнаульцы включились в акцию помощи воробьям, синицам и свиристелям. Итак, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем президент говорил о векторе развития России во внутренней и внешней политике. Одними из главных тем выступления стали проведение специальной военной операции «Помощь новым регионам» и «Социальная поддержка россиян». Однако значительную часть выступления он посвятил и внутренним вопросам, в частности, развитию экономики. Мы фактически вышли на новый цикл роста экономики. По оценкам специалистов, его модель, структура обретают качественно иной характер. На первый план выходят новые перспективные глобальные рынки, включая АТР, наш собственный внутренний рынок, научная, технологическая, кадровая база. Уже в этом году прогнозируется солидный рост внутреннего спроса. Уверен, наша компания воспользуется этой возможностью, чтобы нарастить производство, выпуск самой востребованной продукции. В послании президента слушали первые лица края. Это губернатор Виктор Томенко, председатель парламента Александр Романенко, депутаты Государственной Думы и сенаторы от Алтайского края. Добавим, что в последний раз президент обращался с посланием к Совету Федерации весной 2021 года. В 2022-м процедуру перенесли из-за начавшейся спецоперации. Подробнее о послании президента расскажем в завтрашнем эфире, а пока к другим темам. Родительскую общественность взбудоражила предложение о том, чтобы разговоры о важном проводить с мамами и папами детей. А между тем, такую инициативу на днях поддержало Министерство просвещения России. Сейчас ведомство продумывает форматы содержания занятий с родителями школьников. Как к нововведению отнеслись барнаульские учителя и какие они темы хотели бы обсуждать со средним поколением. В следующем сюжете. Вот так с пения гимна России начинают еженедельный урок разговора о важном в начальных классах 53-й барнаульской школы. После интерактивные задания. На этот раз детям нужно правильно определить род войск и рассказать о защитниках. Они нас защищают, пока мы спокойно спим. Тематика занятий, которые ввели с этого учебного года, не только развитие патриотизма, но и знакомство с историей, традициями и культурным наследием страны, рассказывает учитель. Детям новый урок нравится, но родители поначалу отнеслись к нему настороженно. Когда ввели для детей, родители очень много задавали вопросов, а что же они там будут изучать, что это за внеурочная деятельность. И сейчас есть как раз возможность для родителей тоже включиться в эту деятельность. Министерство просвещения уже одобрило разговоры для родителей. Беседовать о важном с ними, скорее всего, начнут со следующего учебного года. Правда, пока ведомство определяется с форматом и содержанием встреч. Возможно, важные разговоры будут вести во время родительских собраний или в мессенджерах онлайн. Учителя 53-й школы призывают не отказываться от них, поскольку такие занятия, по их мнению, позволят родителям быть в курсе основных тенденций в стране и не отставать от подрастающего поколения. Мы же сейчас с вами каждый день в новостях видим, как часто обманывают взрослых людей. И дети приходят из дома и говорят о том, что, а вот если бы вы нашим родителям это рассказали, вот это было бы интересно. Формат онлайн был бы очень удобен. Формат онлайн и формат где-то примерно минут 20-30. Почему? Потому что все люди работают, они заняты. И очень удобно, чтобы была платформа, на которую можно было зайти, посмотреть интересующие материалы, ставить свой отзыв. А если это практическое занятие, которое нужно отработать самостоятельно или с ребенком, то точно так же, как у детей, есть интерактивные задания, которые очень интересны для них. То же самое можно было сделать и для родителей. Не исключено, что основной акцент во время разговоров с отцами и матерями будет сделан на патриотизме. Чтобы и чувство патриотизма в одну, так скажем, линию выстраивалось. Одна была позиция и у ребенка, и у родителя. Это очень важно, потому что если в школе говорят одно, а дома говорят другое, у ребенка много вопросов в голове. Он должен отвечать на эти вопросы. Но если родитель считает себя настоящим гражданином той страны, в которой он живет, он должен поддерживать те воспитательные аспекты, которые сейчас в школе на уровне государства. Нужно уже выделять время, выделять на детей, встречаться друг с другом, становиться единством. То есть такие уроки, они способны объединить? Да, я думаю, что да. Вот как раз так и этого не хватает. Учителя осознают, что важные разговоры далеко не всех родителей объединят. Так, практика тех же школьных собраний показывает, что их регулярно посещает не больше 30% мам и пап. Но брать на карандаш родителей прогульщиков педагоги считают неправильно. Ну, под плюс, я думаю, минус родителей брать не нужно. Может быть, как-то на уровне государства самых-самых активных родителей поощрять. Может быть, Всероссийская доска почета самых активных родителей в разговорах о важном. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Министерство связи и цифрового развития края отцифровало сведения в военкоматах. Это итог совместной работы ведомств за 2022 год после объявления частичной мобилизации. О чем руководитель министерства Евгений Зрюмов рассказал журналистам сегодня во время пресс-конференции. Он сообщил, что ведомство также создало формы для всех интересующихся актуальными вопросами мобилизации на сайте госуслуг. В последние годы ведомство ведет большую работу над тем, чтобы перевести доступ к значимым услугам в электронный формат. Сейчас в крае в таком виде доступно 86 услуг. Тогда как в стране 204. Не нужно доходить до каких-то учреждений. Нужно всего лишь заполнить соответствующую форму, подкрепить документами и далее отслеживать статус исполнения. Еще одно направление, про которое тоже необходимо сказать. Это перевод всех юридически значимых документов в электронный формат. Так называемая реестровость или реестровая модель. Когда мы уже отказываемся от бумажных носителей. И соответственно достаточно, чтобы в том или ином министерстве или управлении был сформирован реестр в электронном виде. Сейчас специалисты работают над пилотными версиями охотничьего билета и водительского удостоверения в электронном варианте. Их можно будет предоставлять сотрудникам соответствующих ведомств. Новоалтайск не получит звание «Город трудовой доблести». К такому решению пришли в Российской Академии наук. Все дело в том, что за годы войны предприятия Новоалтайска не были отмечены государственными наградами. Они не получали красного знамени Государственного комитета обороны. А это важный пункт для присвоения почетного звания. При том, что в 1941 году в Новоалтайск эвакуировали Днепродержинский вагоностроительный завод. По замечанию краевых депутатов, жители Новоалтайска совершали трудовой подвиг наравне со всеми. Это подтверждают архивные материалы и газетные публикации. Поэтому председатель Комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько подчеркнул, депутаты обсудят с краевым правительством, как еще можно отметить достижение и вклад жителей Новоалтайска в победу. Добавим, что звание «Город трудовой доблести» может быть присвоено другим алтайским городам – Бийску и Рубцовску, сообщили в ОКЗС. Скоро их документы и ходатайство направят президенту. К другим темам. Жители Барнаульского поселка Солнечный уже два месяца бьют тревогу из-за строящегося водопровода к новому жилому комплексу. Люди переживают, что при ремонтных работах будет поврежден асфальт или задеты подземные коммуникации. Оправдано ли волнение, расскажет Дмитрий Дроздов. Подарок под Новый год получили жители поселка Солнечный. Правда, от такого сюрприза захотели плакать. В декабре 22-го местные власти приняли решение через две улицы поселка провести водопровод к строящимся многоэтажным домам на Павловском тракте. Местные тут же забили тревогу и начали обращаться во все инстанции. У нас теперь возникла такая проблема, что у нас будет поврежден при строительстве водопроводных сетей асфальт, благоустроенные газоны. И самое что проблемное, это подземная коммуникация к каждому частному дому подводится. Она может быть задета. То есть это водопровод, канализация, у кого-то газ подведен под землей к каждому частному дому. И что их не заденут при строительстве водопроводных сетей, это вообще не факт. У нас прошло собрание жильцов на улице, подписали коллективное обращение в прокуратуру Алтайского края, в администрацию города, в администрацию края. Рядом с поселком пустое поле. Однако прокладывать там коммуникации невозможно. Эта территория находится в федеральной собственности и в настоящее время готовится к торгам, формированию земельных участков и проведению специальных процедур. А в будущем здесь появятся многоэтажки. Коммуникации будут проходить по муниципальной земле, четко в створе дороги, методом горизонтально направленного бурения. То есть мы пойдем на глубине порядка 4 метров. Даже в случае, если будет какое-то повреждение, то подрядная организация в полном объеме восстановит, если будет такое повреждение. Плюс, к тому же, открыт ордер на производство работ и администрация района его не закроет до тех пор, пока не будет восстановлено благоустройство и, соответственно, если будут какие-то повреждения. И все равно жильцы негодуют, хотя до начала работ с ними организовали несколько встреч, где власти разъясняли ход проведения ремонтных работ. Работы предполагается проводить в границах территории общего пользования. То есть не предполагается, что будут задеты земельные участки, находящиеся в частной собственности, не будет задеты никакое благоустройство, выполненное жителями, никакие заборы, ограждения не пострадают. Администрация индустриального района также провела совещание с жильцами. Там люди уверяли, что повреждений не будет и даже пообещали, что поставят их улицы в график асфальтирования. Правда, год пока неизвестен. Мы продолжим следить за развитием ситуации. Дмитрий Дроздов, Александр Андропов, Дмитрий Денисов. День с толком. В краевом кардиодиспансере смогут оперировать еще большее количество пациентов. Недавно в больнице завершили ремонт помещения, в котором проводят имплантацию электрокардиостимуляторов. Наша съемочная группа смогла попасть в операционную, несмотря на то, что там даже еще не проводили медицинских вмешательств. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Все готово к приему больных. Идеальная чистота, обеззараженный воздух, свежий ремонт. Так выглядит новая операционная в кардиодиспансере. Теперь хирурги смогут проводить диссерентген-операции, имплантировать электрокардиостимуляторы, клапаны сердца. Новые технологии позволят экономить время операции, принимать большее количество пациентов, а главное – уменьшить риски осложнений. Делаем мы операцию. Возникло какое-то осложнение. То, что, ну, всегда это очень серьезно. И для того, чтобы провести коронарографию вовремя, понять, что происходит, и успеть оказать помощь, вот это будет здесь под рукой. То есть здесь будет аппарат, которого можно перекатить, откатить, когда он не нужен, подкатить, когда нужен. Вот, то есть он подъезжает, делается, он крутится во всех позициях. То есть он позволяет найти тот сосуд, чтобы его вывести, увидеть на большом мониторе. Сегодня в диспансере стремятся к тому, чтобы было как можно больше органосберегающих операций без крупного разреза грудной клетки. Это позволяет быстрее восстановиться пациенту. В этом плане новые операционные – огромный шаг вперед. Есть такое понятие гибридной операции. Это когда часть операции делается без разреза грудины, между ребрами проходят с помощью специальной оптики. Те сосуды, которые доступны, врачи оперируют их, накладывают шунты. А те, которые дальние, глубокие сосуды, там с помощью рентгеновского аппарата мы можем поставить стенд. И если там сосуды не проходимы, то с помощью аппарата ротоблатор просверлить бляшку и тоже поставить стенд и восстановить полностью кровоток. Кстати, ежегодно в диспансере выполняют более 600 операций. Мне 81 год. У меня начались перебои с давлением, с пульсом нарушения. Ну и вот пришлось сюда. Внуки привезли меня, внучки. Сказали, бабушка, поживи еще, говорит, лечись. Ну, добавить мне лет добавили, я, конечно, еще поживу. Может, столько же, сколько прожила. Что касается обновленной операционной, уже на этой неделе здесь состоится первое медицинское вмешательство, которое спасет чью-то жизнь и улучшит ее качество. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толка. Весенний лед опасен, предупреждают спасатели. По сравнению с осенью, лед весной не трещит. А значит, человек может провалиться неожиданно. Акватория реки, получается, охватывает город. И очень много мест, где дети предоставлены сами себе. И непосредственно, когда идут в школу, либо возвращаются со школы, они могут себе позволить сократить путь. Вот, например, микрорайон Затон. Там дети могут сократить путь, не идя по мосту, а по льду. По сообщению сотрудников МЧС, пока провалившихся подлет в акватории Барнаула не было. Но в усть-пристани на официальной ледовой переправе подлет ушел автомобиль. Когда в край придет потепление и наступит опасный период, выходить на него запретят. За нарушение грозит штраф. Без выкупа невесты и пышного каравая сразу шесть осужденных мужчин вступили в брак с любимыми, которые готовы ждать своих мужей годами. Церемония бракосочетания прошла в местах не столь отдаленных, в Барнаульской исправительной колонии. Я отъявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга с супружеским поцелуем. Кто-то в арестантской робе, кто-то при полном параде. Знаковый день в исправительной колонии Барнаула. Обручальные кольца на пальцы любимым надевают осужденные. На такой шаг новобрачные идут осознанно. Так у Алены и Владимира желание пожениться было еще на воле. Я его год уже жду. Ну получилось. Это же не приговор, чтобы от человека отказываться. Как говорится, один раз и на всю жизнь, вы так считаете? Да, да. Все, не план денется, все. Капец. Отсюда точно не кладется, а там. А оттуда тоже он придет, что вышел, что не вышел, не поймут. Свидетельство о браке молодожена вручила сотрудница Барнаульского ЗАГСа. Она отметила, чем отличается регистрация в колонии от регистрации на воле. Я думаю, отличается, конечно, помещение. А в основном здесь собрались мы как раз для того, чтобы зарегистрировать любящих людей. Без музыкального сопровождения регистрация не обошлась. Осужденные из творческого кружка организовали небольшой, но душевный концерт для молодых. ПОЕТ Сотрудники колонии отмечают, что регистрация брака несет социально важную функцию. Осужденный осознает уже свою ответственность. Он создал семью. Здесь уже в исправительном учреждении. Он не будет допускать нарушений. В прошлом году в алтайских колониях узами брака связали себя больше 350 осужденных. Кто знает, может быть в этом году любящих сердец пусть и на расстоянии станет в разы больше. А что касается Владимира и Алены, то жить полноценной семейной жизнью они будут уже через два с половиной года. Когда Владимир из мест лишения свободы вернется домой. Валентина Аскерова. День с толком. В парке Центрального района заканчивают акцию «Столовая для пернатых». У броноульцев есть еще неделя, чтобы сделать кормушку своими руками. Пока жители принесли 10 кормушек, их несут как семьи, так и разные организации. Кроме семечек, крылатых кормят пшеном, овсом и хлебом. За несколько недель акции пернатым скормили больше пяти килограммов. Дача была очень хорошая. Гости были доброжелательные. Некоторые прямо рассказывали гостю у нас, как они изготавливали, из чего. Чуть ли не последняя деревяшечка. Один гость рассказал, что я приготовил последнюю деревяшечку какую-то особенную. В общем, решил выкинуть, потом подумал, что нет, сделаю я лучше кормушку для птиц. Кстати, за участие жители награждают, им дают право бесплатно покататься на коньках. Кстати, на этом акции в парке не заканчиваются. Сейчас жителям предлагают создать необычную красивую куклу-масленицу. Итоги подведут 26 февраля на праздники. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале «Толк». Ну а я напомню, телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи! Продолжение следует...